Западные санкции скажутся на питании школьников. Здравствуйте, вы смотрите Вестник Северодвинска в студии Сергей Курбан. И мы начинаем. 1 сентября в 27 северодвинских школах с первым звонком откроются и школьные столовые. Для этого комбинат школьного питания уже месяц ведет закупку продуктов и обновляет оборудование. Сегодня на КШП побывала комиссия из управления образования. Как скажется запрет на поставки продукции из ЕС на работе комбината, выясняла наша съемочная группа. Ежедневно этот кондитерский цех комбината школьного питания выпускает около сотни наименований продукции. От пиццы для магазинов до пирогов с северными ягодами. Цех переехал в эти чистые современные помещения на Заозерной 6 около года назад. Несмотря на то, что летом школьники на каникулах, производство не останавливается. Представители управления образования сегодня проверили КШП на готовность к новому учебному году. Уже с первого сентября объема производства увеличится в два, а то и в три раза, говорят кондитеры. Комбинат с начала августа активно завозит на склады все необходимое для работы школьных столовых. Здесь все, начиная от оборудования и заканчивая консервами и крупами. Уже завезено несколько десятков тонн продуктов, и это только на первый месяц работы. Проблем с поставками не возникает. Не сказываются на работе и ограничения, которые ввела Россия в ответ на санкции Евросоюза. Мы, к счастью, не используем импортные сыры, не используем, как правило, не используем импортную курятину, потому что она разрешена только белое мясо, то есть филе. Мы это и не использовали. Безусловно, исходя из введенного ограничения на август, не изменились цены некоторые на сырье. Уникальная ситуация сейчас возникает, когда говядина стоит дешевле, чем свинина. Закупки овощей КШП ведет только у российских сельхозпроизводителей. Свекла, капуста, картофель из Вологды. Ограничения сказались лишь на поставках польских яблок, но и их уже заменили другими. Цена на питание в школах города от этого не возрастет. И летнее повышение стоимости обедов на 2 рубля до 88 будет действовать и на следующий учебный год. Начнется сейчас завоз не только тарелок, инвентаря какого-то, но и продуктов, прежде всего, те, которые не являются скоропортящимися. Ну и затем, 1 сентября мы начинаем работать в полном объеме. Стоит отметить, что предприятию КШП за минувший год уже удалось принести прибыль в городской бюджет. А только за минувшие полгода комбинат заработал 14 миллионов. С учетом расходов на закупку продукции итог года прогнозируется на уровне до 10 миллионов рублей прибыли. Ну а качество продукции и блюд в школьных столовых сможет оценить уже 1 сентября любой желающий. Там проведут день открытых дверей.